а что у вас упор основной в текущих консультациях? На что у вас упор основной в текущих консультациях? Ну, это по запросу, смотря какой запрос. У меня сейчас всем неедение. Ну, сейчас… Нет. Вот сейчас у меня не неедение. Сейчас у меня почему-то вот все, которые консультации у меня сейчас есть, сколько людей я веду, это все люди с онкологией. Так вот получилось, что все с онкологией. И, ребят, я, наверное, прям, мне это очень нравится. У меня есть одна девочка из Германии. Она невероятно красивая, молодая женщина, 36 лет, любящий муж, детки великолепные. Так случилось, что она слегла. И мы с ней вот работаем. Ну, естественно, прорабатываем психику, откуда это, что это. Я ей рассказываю, как я вижу ее раковые клетки, как мы их трансформируем, как мы начинаем жить. То есть мы не говорим только о болезни. У меня нет такого, что я говорю только о болезни. Я говорю именно о том, что есть в них. Потому что, еще раз повторюсь, ребят, смертельной болезни не существует. Смертельная бывает только смерть. Все остальное, все остальные болезни – это философия вашей жизни. Как только вы осознаете, примете и проработаете, для чего вам эта болезнь на данном этапе вашей жизни, вам она уже будет не нужна. То есть у вас уже будут проработки, и все. Она будет потихонечку у вас уходить, и ваше тело будет восстанавливаться. Потому что болезни нет в вас. Это есть просто ваш нерешенный аспект. И вот эта девочка, с которой мы работаем сейчас, она не могла ходить. У нее были локализации онкологии в трех местах в теле. И сейчас она мне сегодня, вот мы с ней встречались, она говорит, ты представляешь? Говорит, я не просто начала ходить. Она говорит, ты представляешь, я начала подниматься по ступенькам. Но это не моя заслуга. Я только людей могу разворачивать к самим себе. И я вижу, когда они не говорят себе правду. Не потому что они такие лагуны, а потому что мы много и правды себе не можем сказать. Мы думаем, да этого не может быть, да это не так, да это не про меня. Я помогаю им в этом. Я помогаю им в том, посмотреть на себя, посмотреть на себя со стороны. Почему это? Как это? И ты сосешь. Мария, спасибо тебе огромное. Самое главное, что ты разбираешься в этом. Я просто рада, что у тебя тоже такие таланты открыты. И самое главное, это то, что как они начинают в себя верить, как они начинают понимать, что действительно никакой болезни нет в их теле. Это другое, это иное. Это их непроработанные задачи. И когда мы это понимаем, то у нас просто неносно отходят все вот эти вот нерешенности на задние планы. Мы выздоравливаем. И еще у меня есть тоже девочка, ей 40 с копейками, тоже из Германии. И у нее никогда не получалось уже выходить на сухие дни, но нам нужно сгустить ее кровь. То есть у нее... Она сидит на сильных гормонах, потому что не может без них обходиться, потому что постоянные кровотечения. И мы с ней дошли до четырех сухих дней. То есть она точно так же прорабатывает себя, вытаскивает это все, вытаскивает обиды. Потому что не каждый может вот эти вот обиды даже рассказать какому-то близкому человеку. А в себе мы себе не можем их рассказывать. Мы можем себя только грызть этими обидами. Как бы удивительно это ни было. И когда появляется человек, которому ты можешь рассказать, и потом он может по-честному тебе указать на эти моменты со своей точки зрения, а не так, как ты привык это видеть, то это играет большую роль. И вот эти вот четыре дня, которые у нее были, это, конечно, тоже был огромный прогресс. Я эти истории рассказываю не для того, чтобы с собой похвастаться. Я эти истории рассказываю для того, чтобы вы понимали, что у вас нет безнадежной ситуации. Безнадежная ситуация – это когда вы слышите, как забивается гвоздик в крышку вашего гроба. Все остальное вы можете изменить. Ребят, просто поверьте в себя. Просто поверьте, что вы и есть это чудо. И все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова